Здравствуйте, дорогие зрители канала! Возникла идея немного поговорить о временах Советского Союза, а именно периоде 70-х годов прошлого века, причем с точки зрения оценки жизни в СССР иностранцами. Во времена железного занавеса, приблизительно полвека назад, побывать в Советском Союзе было одним из самых экзотических и необычных путешествий для граждан капиталистических стран. По возвращении можно было рассказать немало интересных историй своим друзьям и знакомым, при желании приукрасив их различными невылицами, ведь проверить правдивость такого рассказа было весьма затруднительно. Американская пресса также писала о жизни в СССР, правда не очень активно. Вот что нам известно о содержании таких материалов тех лет. Но прежде небольшая ремарка. Наибольший вклад в советскую экономику в сфере туризма в то время вносили американцы. Доход за год измерялся миллионами долларов США. В 1971 году сотни молодых американцев осаждали посольства США в европейских странах с просьбами о материальной помощи. В основном это были студенты, приобретавшие билеты по дешевому студенческому тарифу, не рассчитавшие свои финансовые возможности и в результате оставшиеся без денег. В СССР же таких проблем не возникало, так как для посещения Советского Союза иностранцу нужно было сначала получить специальный ваучер, который являлся подтверждением полной предоплаты всех услуг советской туристической монополии. В 1971 году туристический сезон для американских туристов начался с неприятностей. По сообщению американских средств массовой информации, на территории СССР люди спортивного телосложения угрожали журналистам из США и сотрудникам одной из американских авиакомпаний. Кроме того, были отмечены участившиеся случаи порчи автомашин, принадлежащих американцам. По всей видимости, это было ответной реакцией на нападение членов экстремистских организаций на советские учреждения в Вашингтоне и Нью-Йорке. Представители нескольких американских компаний обратились к председателю интуриста Виктору Бойченко с предупреждениями о возможном снижении потока туристов из США. Интурист ответил официальным письмом, в котором гарантировал благополучие будущих американских туристов. Туристы в безопасности. Подобные заголовки появились в американских газетах и туристы поехали. Так какими же воспоминаниями делились читателями американцы, посетившие СССР? Джордж Биби, редактор газеты Miami Herald, после своего первого визита писал «Рекомендации не давать чаевые в СССР перестали действовать. Времена изменились. Большинство официантов, швейцаров, таксистов не только берут чаевые с громким «спасибо», но и ожидают их получить. Если найти такси, порой бывают проблемы в Москве, то с трафиком проблем нет. Этой зимой на улице Горького стали возникать маленькие любительские пробочки на минуту-другую. Но по западным стандартам машины редки. Доказательство этому отсутствие необходимости в ограничениях на парковку и парковочных счетчиках и возможность сделать разворот даже на главных улицах. Транспорт дешев. Троллейбус 3 цента, автобус 4 цента, подземка 5 центов. Американские сигареты продаются в большинстве киосков по 25 центов за пачку. Женщины в России не курят, а мужчины курят редко. Билеты в оперу, на балет, в кино стоят 2-3 доллара. Редко бывает, когда в зале остаются пустые места. Шариковые ручки продаются по цене от 75 центов до 1,5 долларов. Это объясняет, почему туристам рекомендуют их привозить, чтобы дарить вместо чаевых. Русские любят есть жареную картошку как минимум 2 раза в день, что объясняет высокий уровень продаж женского корректирующего белья. По московскому престижному универмагу ГУМ ходят тысячи людей. ГУМ – двухэтажный торговый центр. Торговые центры становятся популярными в США, но этот, производящий ошеломительное впечатление, был построен много лет тому назад. Он был предшественником их всех. «Русским очень нравится американский джаз, западная музыка и рок, которые громко играют в столовой отели «Интурист». «Нам нравится ваш джаз, он бодрит, когда ты устал», – сообщил нам наш гид. «Медицинское обслуживание в России бесплатно для всех, включая туристов. Однако нужно платить за лекарства, а также в случае госпитализации 15 долларов в день. Эти деньги потом можно вычесть из суммы, ранее оплаченные за услуги, которыми турист не воспользовался». Туалетная бумага в России похожа на наждачную, поэтому умные американские туристы привозят свою бумагу. «Один из трех чернокожих, которых я видел в России, покинул ночной бар в отеле «Интурист» в раздражении от того, что барменша его игнорировала». Театр опера и балета имени Кирова в Ленинграде может соперничать в великолепии с миланским «Ла Скала». В области оперы, балета, драматических спектаклей русские обгоняют Нью-Йорк. Сейчас здесь идет 30 различных постановок. Советские люди игнорируют реальную угрозу здоровью, пользуясь автоматами по продаже газированной воды, которые на улицах Москвы и Ленинграда можно увидеть повсюду. В каждом автомате есть один стакан. После того, как вы закончили, следующий покупатель ополаскивает его, бросает монетку и снова наполняет стакан. Сотни людей пьют из одного и того же стакана каждый день. Бумажные стаканы недоступны. Русские города – самые тихие в мире. Гудеть клаксоном можно только на загородном шоссе, не на улицах. Сирены экстренных служб используются редко. Экзамены на получение водительских прав сложные. Курс обучения включает в себя обучение ремонту автомобиля. Самый дешевый советский автомобиль – «Москвит-410». Продается за 2200 долларов. Зим стоит дороже – 3500. В России – 1,3 миллиона автомобилей. В США их – 87 миллионов и гораздо меньше места, где можно на них ездить. Когда заходишь в советский музей, нужно надеть на ноги специальные тапки. Их тебе предоставляют. Русские девушки носят юбки слегка выше колена и начинают приглядываться к брюкам и брючным костюмам. Средняя зарплата русского – 1100 долларов в год, тогда как в США – 3700. Но квартплата у русских составляет лишь 5% дохода семьи. Президент компании «Бернс Фудс Лимитед» Джордж Чайлд совершил длительное путешествие по СССР, посетив шесть советских республик – Россию, Украину, Грузию, Азербайджан, Туркмению и Казахстан. В первых двух он не заметил ничего экзотического. «В Москве тебе может показаться, что ты находишься в Торонто», – утверждал он. Вот еще несколько его наблюдений. Полиции мало, а та, что есть, в основном занята регулированием дорожного движения. Одежда у москвичей обычная, широкие брюки и рубашки с расстегнутым воротником у мужчин, юбки и платья до колена у женщин. «Мужчины с длинными волосами встречаются редко». «Мы это не одобряем», – объяснил иностранцу советский гид. «Женщина в мини-юбке – тоже редкое зрелище. Такая женщина точно иностранка, скорее всего, американка». Обилия антиамериканской пропаганды Чайлд не заметил. Только в киоске в аэропорту ему попалась пара книжек о войне во Вьетнаме. Так писали о нашей стране в американской прессе в 70-е годы прошлого века. На сегодня всё. Если вам понравился такой формат видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если нет, ставьте дизлайк. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok